Слава Украине! Героям слава! Приветствую от Полонского! На московском телевидении центральном у мудозвона продолжается просто истерика. Мудозвон вчера просто превзошел сам себя и начал выдавать такие перлы, что Украину надо освободить от украинцев и всех депортировать украинцев в Германию. До этого он заявил, что Германию нужно расчленить, именно так и сказал, на различные, как он сказал, княжества, даже не княжества, джамааты и еще что-то. То есть он начал угрожать уже, его просто понесло. Знаете, я даже не хочу все его бредни пересказывать, потому что это себя не уважать. Кому интересно, проходите по ссылочке снизу в описании к этому ролику и посмотрите, что он там наплел. Тут показательно скорее не то именно, что он наплел, потому что такое дело, это ерунда все. А вот показательно почему вот такая истерика. Причем истерика там не только у него, там и у гостей, так сказать, если этих обормотов и персонажей можно назвать в студии, так сказать, гостей в студии, у них тоже истерика. С чем она связана? Значит, все довольно просто. Смотрите, это последняя попытка запугать Украину, ничего же не получается. И запугать уже, видят, что с Украиной ничего не получается, запугать Европу. Запугать Европу тем, что война пойдет к ним, что вот сейчас они займутся Европой тоже, и вот тогда будет, мы устроим, мол, Армагеддец и вам тоже. Вот что-то как-то так. То есть, чтобы, знаете, это уже такая истерика дешевого фраера в подворотне, который зашел туда с заточкой, а навстречу ему идет спортсмен-разрядник, и этот чувачила с заточкой, он не знает, что ему с ней делать. Он знает явно, что сейчас вот этот спортсмен засунет ему эту заточку в пятую точку. И она даже держать понты, понты дороже денег. И он вот это вот начинает ей размахивать, зная, что уже через буквально пару движений эта заточка окажется там, где окажется. Вот. И вот Россия, так называемая, она в настоящий момент так приблизительно и выглядит, как вот этот вот гопник из подворотни, откуда, кстати, вышел, так сказать, начал, откуда и начал свою политическую карьеру их карликовый лидер, вот этот вот, у которого 20, который бегает с чемоданчиком, и у которого 20, хотел сказать, телохранителей, телохранители, у него, наверное, 2000, у которого 20 этих двойников, тройников и прочей ерунды. Трус отчаянный, конечно. Какая там подворотня, господи. Он, наверное, обделался бы даже если бы по бульвару прошелся без охраны. Ну, это все, речь о другом. Значит, смотрите, ребята, что у них происходит. У них, когда, вот вообще, когда начинают кричать, когда чувствуют собственную слабость. В данной ситуации Россия понимает, что она проиграла, причем проиграла во всех отношениях. В военном, в политическом, в экономическом. И я еще расскажу сегодня, что там произошло с нефтью. С нефтью, я как говорил, у них сейчас, они свою нефть продают ниже себестоимости. То есть это вообще, это вообще катастрофа. Ну, на это я запишу целый ролик, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Потому что все кричат, ой, они зарабатывают миллиард долларов в день. Они в день зарабатывают 0,0 доллара от нефти. Вот еще раз говорю, 0,0. Нету вообще ничего от нефти. Именно поэтому такая истерика. Они проигрывают на всех фронтах. Послушайте, что он там орет, почему это в Киеве есть свет. То есть они пытались, сколько там уже было обстрелов, я не знаю, уже забыл. А в Киеве есть свет, в других городах есть свет. Оно ничего не дало, все их обстрелы. Это все оказалось просто, вот все их обстрелы оказались просто выкинутыми собственными деньгами в мусорку. Вот и все. То есть, что бы они ни делали, все срабатывает против них. Полнейший коллапс, дипломатический коллапс их никто не признает. Они стали изгоями. Экономический коллапс, потому что единственные два больших источника поступления денег в их бюджет, это нефть, а второе газ, просто накрылись тапочками. Ну и золото туда же полетело. Все остальное незначительно. Ну там были автозаводы, чтобы вы понимали, автозаводы из 19, которых у них было, накрылись тапочками 16. Ну так, на секундочку, просто к сведению. Но автозаводы, это для них мелочь, это все ерунда. Для них самое главное это нефть, нефть и второе газ. И то, и то накрылось тапком. Все. Жить не за что больше. Вот эту всю орду, которая поперла на Киев, содержать больше не за что тоже. Уже видите, уже и рыбу раздают. Я уже потерялся даже. Там уже настолько оригинальные, как говорится, подарки за 200-го чмобика, что я уже смеялся. И лед раздают, и рыбу, и что хочешь. И билеты в зоопарк. Денег на вот эти вот миллионы, как раньше давали, или там жигули белые давали. Уже этого всего нет, забудьте. Понимаете? Вот. То есть получается, что когда у тебя нет больше силы, тебе остается одно. Визжать и накалять страсти. Ну, приблизительно, как вот гембельсовская пропаганда в конце 44-го года, когда они уже понимали, что они проиграют. Но, а что им оставалось делать? Они постоянно кричали, постоянно визжали. И призывали к тотальной войне. Это именно то, что сейчас происходит на российском телевидении. Поздний Третий Рейх конца 44-го года. Героям слава!